Доброе утро девочки, добро пожаловать на канал Иринка Мискик, меня зовут Ирина, сегодня вам снова привет с моей кухни. Только практически недавно проснулась и поняла то, что мне пора вымать волос, то есть я это делала буквально раз в два дня, иногда каждый день. И на днях я купила себе хну, вот такую вот. В общем тут написано то, что ее можно использовать на волосы, на лицо, сфокусировать надеюсь. В общем это средство, это хну, она бесцветная, это натуральная и ее можно использовать на лицо и на волосы. Как вы поняли, как я уже сказала, то что я хочу помыть волосы, с как бы головы я хочу, ну я точнее борюсь и пытаюсь укрепить свои корни, потому что после беременности, да, уже прошло как бы три года, но все равно у меня процесс выпадания волос периодически на меня нападает. Маленький ребенок постоянно нервничаешь и, ну в общем как бы тут вот укрепляет корни волосы. Я решила то, что, а что, почему нет, почему не попробовать хну? Глину же я мажу на волос, как бы все нормально. Вот с хной у меня как-то был один раз неудачный опыт и, в общем как-то, я была в общем зеленая. Надеюсь, в этот раз все будет отлично. Ну так вот, я сейчас заново поставила кипятиться чайник, такой вот у нас чайник. Поставила заново кипятиться чайник и, а тут я уже скипятила воду, в общем, насыпала на глаз буквально три столовые ложки вот этой вот глины, фу, блин, простите, девчонки, хны, залила это все реально крутым кипятком, потому что здесь такой, здесь так и написано то, что горячую воду в 90-100 градусов. Вот, надо залить керамическую посуду, я взяла, да-да-да-да, взяла, короче, кирюховую кружку. Очень плохо, знаю, что очень плохо, но пока у меня кирюх спит, мне нужно что-то сделать с волосами быстренько, масочку. Здесь написано то, что для светлых волос надо прям три минутки подержать. Ну так вот, и что оказывается, да, нужно для, вот, не только, не просто вот эту зеленую жишу наливать, да, намазывать на волосы, нужно добавлять лимон, это я вот уже начала выжимать лимон и решила, то, что вам нужно показать сей процесс. Я надеюсь, помимо того, что я сейчас замешаю эту маску, я все-таки осмелюсь вам показать себя, ну, с этой маской на голове, потому что у меня ванная комната такая маленькая, вот в этой квартире, то, что я даже не знаю, куда мне поставить камеру, чтобы было как-то комфортно, ну, я бы, наверное, как-то намажу на себя это все и вам просто покажу, и, конечно, конечный результат. Надеюсь, то, что я болотного цвета не буду, как бы, ну, в принципе, я уже была болотного цвета. Мне даже когда на работе сказали, когда у меня были волосы зеленые, сказали, ты напоминаешь какого-то мультяшного героя. Мне потом такие сказали, ты на русалочку похожа. Я про себя думаю, ну, конечно, да, вот это диснеевские, из отечественного, российского, это, наверное, какая-нибудь кикиморка. Вот так вот я решила то, что вот столько мне лимона будет мало. У меня, в принципе, маленький лимончик, и я решила просто, что я, наверное, все вот так вот сюда еще выжму. Остатки себе просто сделаю зеленый чай. Да, я просто сейчас отказываюсь еще, помимо того, что от сладкого, я сейчас еще отказываюсь от кофе, потому что, ну, я, наверное, как-то стала просто привязываться к ощущениям того, что мне нравится с утра прям кофе, прям вот крепкий какой-нибудь, знаете, а-ля Американо, чтобы он был абсолютный, как бы, такой вот. Ну, слишком много я пью кофе, слишком много кушаю сладкого. У меня, знаете, как-то все прям по максимуму, если так, звук такой, кстати, не комфортно, но все вроде бы. Остатки все себе сделаю в чай. Снимаю все на телефоне, опять снимаю все одной рукой. В общем, вот столько у меня получилось лимонного сока. Сейчас у меня вот эта вот жижка остынет, и я буду вот это вот все смешивать и буду намазывать. Пахнет, кстати, очень сильно травкой, вот прям очень сильно пахнет травой. Такой, знаете, заваренной какой-то травой, перемешанной. Вот эта травяная жижа какая-то. Все, оно уже остыло. Сейчас буду заливать это все лимонным соком, и надеюсь, то, что все будет благополучно. Зеленый чай я уже поставила себе, я его заварила, завариваю себе его в кружке, просто насыпаю и заливаю. Да. Как вы понимаете, у меня все по максимуму. Вот все прям, я не знаю. Ну, вот такой вот я человек, мне надо прям все, что было конкретно. Если зеленый чай я люблю, я его пью прям большими кружками. Блин, я полностью всегда отдаюсь вот все вот так, все по максимуму. Вот такая вот жижка, которая у меня уже остыла. В общем, заливаю это все лимонным соком. И пошла перемешивать. Запах сейчас. Оно, кстати, как-то все расслаивается. Ну, как-то вот. Вот оно все расслаивается. Наверное, немного наливать лимонным сока. Но так как у меня волосы светлые, мне хочется, чтобы... Ну, лимонный сок, он вообще выбеливает. Кстати, сейчас мне опять, наверное, в комментариях будут писать, что мерзкий звук ложки. Ну, блин, по-другому ведь никак нельзя размешать. Простите, девчонки. Ну, вот да, керамика, металлическая ложка и такой звук будет. Я знаю, что это только, наверное, русские люди могут размешивать чай, чтобы вот слышно вообще на квартал. Ну, вот мне надо все, чтобы комочков не было, чтобы это все со дна содрать, чтобы оно было однородное. Поэтому я его, собственно говоря, так перемешиваю. Я еще тихо сейчас мешаю, поэтому... могла бы еще громче. Так что вот, надеюсь, зеленый не буду. Такая вот вроде бы жижка получилась. Ну что, все, девчонки, перемешала. Пока чай заваривается, пошла я это все сделаю на волосы. Чай у меня сейчас реально очень сильно горячий. Сильно горячий с утра как-то, ну, не очень хочется. Так что успею просто намазать, сделать маску и помыть, вымыть волосы. Так что все, пошла. Так, девочки, ну вот, собственно говоря, я уже снимаю свои ванны. Вот такой вот я сегодня заспанный человечек с зеленью на волосах. И на конце я... То есть, получается, вот эту вот всю зелень я ее сделала чисто на корни. А на конце я решила сделать вот это вот универсальное масло. Как вы видите, я его всю пользуюсь. От Ифраше. Это у меня масло идет, ну, с тремя маслами. Баба Сожи, Жаба и Макадамия. Я его всю пользуюсь. И мне нравится вот в этом масле то, что его можно использовать на 15 минут. То есть, как бы... У меня всегда, кстати, я могу сказать, даже себе возьмите на заметку, когда мы говорим, у меня нет времени сделать маску, у меня нет времени вот на вот это вот то-то. И потом, по итогу, мы огромными вот этими бутылками мы это все пару раз попользуемся и выбрасываем. На самом деле, нужно вот, если даже есть 5 минут, а эту маску нужно держать 10 минут, уж лучше 5 минут на себе ее подержать, и хоть какой-то результат от нее будет. Я, конечно, понимаю, что, по идее, нужно прям все, прям как по бумажечке, как написано производителем. Но, извините, уж лучше пользоваться этим постоянно, и потихонечку накопительный эффект будет. И поэтому вот я это масло нанесла сейчас буквально на 5 минуточек и буду мыть волосы. Кстати, вот это вот, вот это вот, то, что у меня на голове, я сейчас буду своими вот этими страдальцами от... Дарвин, да? У меня всегда мой друг со мной. Всегда. Что бы мы ни делали, мы всегда вместе. Ну так вот, я буду своими... Как бы мне сделать? Своими многострадальными друзьями смывать. Это у меня от L'Oreal Dessange мицеллярный шампунь. Как вы видите, я его покупала еще, наверное, в январе месяце, в феврале, девчонки, не помню. Я им пользовалась, я им прям пользовалась на постоянной основе. Я пыталась увидеть результат. Тут я половину использовала. И хочу сказать, ой, и хочу сказать то, что вот настолько я вообще... Я не видела никогда свои волосы в таком какашечном виде, потому что... Но он мне пересушивает, правда. Вот пересушивает мне как-то это все. Причем концы сухие, корни безумно жирные. И, не знаю, тут осталось еще немножечко вот этого бальзама для волос, для экстренное восстановление точно такое же. Буду сейчас им пользоваться, потому что... Свою косметичку мы уже приехали домой, кстати, вот буквально вчера ночью. И свою косметичку я оставила в другой квартире, в которой мы были в гостях. И где мы гостили, короче, я оставила свою косметичку полностью с уходом. И поэтому даже крем под глаза, даже крем для лица у меня сейчас отсутствует. И вот сегодня буду пользоваться еще для лица вот этим вот от Ифраше. Сенситив Вежиталь, которая идет для сухой чувствительной кожи. Под глаза, короче, попробую сделать вот этот вот свой от Бенефианс. Потому что, ну, мне реально больше нечем пользоваться. Либо я буду его наносить, либо нет. Вообще, на самом деле, я его боюсь вот сейчас наносить, потому что активное солнышко, а тут, по-моему, содержится ретинол. А ретинол... И у меня даже крема с SPF нет. Короче, сейчас вот уже доболтаю с вами, вымою волосы. И буду думать, либо, блин, вот не хочется мне идти покупать что-то опять. Потому что покупаю это все не за 3 копейки. И как-то вот из семейного бюджета опять выделять даже 1000 рублей на солнцезащитный крем. Как-то даже, блин, не знаю. Все, девочки, вот уже опять наболтала. Сейчас пойду смывать, потому что не хочу оставаться зеленой. Я думаю, что этот пигмент, он не должен впитаться в волосы. Я же с лимоном делала, так что сейчас пойду смывать, покажу вам результат. Ну, а так как у меня девочковый канал, я думаю, вот такого, что вы меня видите, как бы, в принципе, нормально. У меня здесь, ну, просто такая ситуация. У нас у девочек бывает, когда у нас есть какие-то высыпания раз в месяц, которые они по-любому бывают. У меня там сохнут мои кирюхина губка для тела и моя губка. Так что вот такое вам мое живое видео. Пошла смывать и, конечно же, вам покажу, что у меня получилось на волосах. Ну, все, я вымала волосы. Вроде бы зелени нет, могу сказать. Но ощущения, на самом деле, такие какие-то странные. Они, ну, как сказать, да, они какие-то стали более плотными, неплотными. Ну, не знаю, девочки, пока. Вот они у меня немножечко подсохли. В принципе, я вроде бы зелени не вижу. Конечно, уже, походу, когда уже подсохнут, когда уже на солнышко выйду, посмотрю, что получилось. Но так вроде бы неплохо. Конечно, вот этот запах, то, что вот, я, наверное, знаете, я сейчас смывала минут 20 где-то вот это все с волос. Потому что это нереально просто. Оно вот это вот жижа текет и текет, текет и текет. И смыть никак не можешь. Раза два, три, наверное, я намыливала. Вот ровно вот так вот я наносила на корни, ну, грубо говоря, вот так вот я наносила на корни чисто. Все, чтобы поукреплять корни. Посмотрим, что будет по ходу событий. Посмотрим, девочки, как оно будет дальше. Будут выпадать? Нет. Может быть, в Инстаграм, может быть, отзывы какие-то сделаю же отдельно. А вот сейчас вот они такие более плотные стали. И нет объема. То есть, у меня обычно даже, когда только волосы помоем, у меня может быть небольшой объемчик на волосах. Здесь, конечно, нет. Но я вижу заметно то, что я стала чуть-чуть темнее. Вообще, у меня главное, чтобы не быть зеленой. Ну, если даже буду зеленой, ну что, буду немножечко новая, немножко другая. Но, девочки, буду закругляться. Хотела снять буквально трехминутное видео, затянула, как обычно. Люблю и поболтать, рассказать и поделиться своим мнением с вами. Если вам со мной понравилось, и данное видео было для вас полезным и интересным, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы зашли ко мне впервые на канал, и вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь. Я всегда рада новым подписчикам, новым друзьям. Берегите себя и своих близких. Желаю вам удачных опытов над собой, если вы делаете так же, как и я, какие-то масочки. Желаю вам солнышка, весны. И всех люблю, целую. Увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была Вашира. Всем пока-пока.